На выставке парад обезьян собраны десятки приматов, которые в дикой природе никогда бы не встретились в одном месте. В одной из клеток карликовые игрунки – самые маленькие обезьянки на свете. Весят они не больше 120 граммов, размером не больше яблока. Рядом один из самых дорогих приматов – львиноголовый тамарин, обладатель пышной рыжей гривы. По соседству капуцин плакса, получивший свое название за способность издавать звуки, похожие на плач ребенка. У этих обезьянок блестящие актерские способности. Они известны нам по фильмам «Пираты Карибского моря» и «Ночь в музее». Посетители выставки могут погладить макаку Резус Вову, услышать, как поет гиббон Соня. Гиббоны очень мелодичны. Восторгу детей нет предела, когда по их протянутым рукам прыгает детсаду симпатягус – величая обезьяна Ромка. Спят обезьянки в специальных домиках, едят кашу, овощи и фрукты. Любимое лакомство для них – тараканы и червячки изоофобуса. У всех обитателей выставки ухоженный вид. По всему видно, что в своих клетках чувствуют они себя превосходно. Ведь все они родились неволе и никогда не прыгали по джунглям Бразилии или Гондураса, где обитают их сородичи. О том, что приматам здесь комфортно, говорит и тот факт, что во время гастролей они размножаются. На выставке можно познакомиться с династией белоухих мармазеток – Арнольдом Петровичем, Маргаритой Федоровной и их внуком Салаватом. По соседству с приматами расположились экзотические птицы – солнечная ротанга, желтохохлый розовый какаду, амазон мюллера. Здесь вы увидите и множество попугаев – так называемых благородных обладателей необыкновенного чувства собственного достоинства, серого попугая, умеющего произносить некоторые слова и даже складывать предложения, черношапочного попугая, которого называют клоуном, за умение подражать звукам и поведению человека. Все эти птицы едят фрукты и зерно, а вот полярная сова и ворон предпочитают мясо. На выставке вы получите удовольствие и от созерцания этих удивительных животных, и от общения с ними. Выставка «Парад обезьян и экзотические птицы» будет работать в Ледовом дворце до 3 апреля. Продолжение следует...